Друзья, я хочу поговорить с вами о лимбической системе мозга. Вот в рамках того, как мы изучаем с вами наш мозг, что он вытворяет, какие он нам дает преференции и возможности, есть важная, древнейшая, гормональная, инстинктивная структура мозга. Ее называют лимбической или рептильной функцией. Вот в ней и зарождается наша личность, можно так сказать. И она отвечает за безопасность вида, управляет нашим базовыми потребностями. Их можно сформулировать, как нам старушка эволюции завещала. Вот три основных цели. Это доминантность, прививление превосходства по разным параметрам, занимание места в иерархии. По разным параметрам, у кого сила, у кого красота, а у кого наглость. Вторая задача – это выживание. Здесь еда, питание нас личностей, здоровье. Вот такое выживание, чтобы нас не убили, не прибили. Вот этот страх здесь зарождается. Ну и третья, самая главная задача, поставленная старушкой эволюции перед нами. Вот как мы ответственны за перенос генома. Вот в следующее поколение. Вообще она придумала нас, чтобы мы были вот таким кладезом генома, который мы получили от предков. Немножко его, может быть, развили, если можем. Бывает так, что портим. И передать в следующее поколение. Лимбическая система человека, она отвечает за многие функции. Вот, например, эмоционально мотивированное поведение. Это вот страх, агрессия, голод, жажда. А выразительность речи, вот я с вами разговариваю, она сопровождает вот это эмоционально окрашенные двигательные реакции руками, мимикой, жестами. Также лимбическая система участвует в ориентировочных рефлексах. Это реакция на координацию движения, на внимание. А внимание нам важно, чтобы отражать страх или агрессию. Убегать или догонять. Работа обонятельной системы. Очень важно. На запахах многие сенсорные впечатления о реальности у человека складываются. Смотрите про сенсорные реакции. Но также важна лимбическая система для формирования памяти. Да, памяти не неокортекс, а она формирует память. Динамики обучения. Как человек обучается. И самое главное, она формирует индивидуальный опыт поведения. Вот почему некоторые говорят, что личность зарождается вот в этой рептильной системе, лимбической системе. И отсюда многие сложные организованные образы поведения, там, пищевое, оборонительного, регуляции полового поведения. Это все лимбическая система. Но также она еще поддерживает гемоастаз путем некоторых регулирования вегетативных функций. Это вот эти биологические ритмы, смена сна, фазы бодрствования, активности или апатия. И вот запомните, что это очень важная система для того, чтобы человек был активным, правильным поведением, эмоционально, верно себя выстраивал в социуме. Вот она, лимбическая система. Я ей говорю, она здесь закладывает некоторые личностные характеристики. Но если она будет поражена, лимбическая система, отсюда, ну что, ну прежде всего деменция. Деменция – это слабоумие. Она поражается с возрастом или палкой по голове. Ну, например, некоторые такие не фатальные поражения, а вот патологическая тревожность, фобии. Это ведет к расстройству эмоций. Поэтому, когда мы с вами занимаемся с невротиками, то мы занимаемся с эмоциями. А отсюда это депрессия, а даже и мания. Ну, эпилепсия – это, конечно, некоторое органическое нарушение, нарушение гиппокамы. Аутизм – тоже органическое нарушение этой лимбической системы. И тогда человек при аутизме, он не может распознать эмоции других людей. Он живет внутри самого себя. Основные структуры лимбической системы – это гиппокам, где зарождаются нейроны. Таламус, гипоталамус, поясничная извилина, базальные ганглии, миндалевидное тело. И вот это все помогает человеку быть активным в обществе, налаживать социальные отношения. Потому что эмоции возникают в лимбической системе. Потом они перемещаются по нейронным путям к лобным долям коры. Лобные доли или их контролируют, сдерживают, или интерпретируют, вызывают определенные физические реакции. Телесные реакции, как артист. Поэтому любые физические травмы или болезни лимбической системы неизменно сопровождаются серьезным поведенческим, эмоциональным изменением человека. Поэтому переоценить важность этой рептильной системы лимбической нельзя. Поймите, все это знание и разрушает вот эти религиозные, эзотерические сказки, мифы по басенке. Поймите, нам нужно изучать строение собственного мозга. И мы тогда будем знать, что у нас здесь в голове. И почему он так с нами играет. И его использовать для нашего же блага. А иногда он подкидывает такие шутки, что нам жизнь не кажется хорошей. Давайте работать вот в этом направлении понимания, научного понимания работы нашего мозга, всего мозга. От неокортекса коры до лимбической системы и до стволового мозга. Подписывайтесь, вам это нужно.